Всем привет ребят! На дворе у нас патч 0.9.3 и давайте оставим чистый клиент киберспортсменам и всем борцам за чистоту игрового клиента. Ведь никто из вас не будет спорить, что гораздо приятнее видеть танк противника в перекрестье прицела, который нравится именно вам и который вы сами выбрали. Я уже не говорю про то, что невозможно переоценить ценность такой информации, как места последнего засвета техники противника, лог полученного урона, отображающий кто, чем и насколько сильно по вам стреляет, или банальный индикатор вероятности пробития с учетом приведенной брони. Все эти и не только эти моды вы сможете уже сейчас найти в базовой версии мультипака. Ссылки на скачку находятся в описании к этому видео на ютубе на официальном канале про танки. В базовой версии мультипака вам уже прямо сейчас будут доступны более 100 самых лучших и самых полезных модов для игры World of Tanks. Ну а если этого вам кажется мало, то подписывайтесь на мой канал, потому что уже через несколько дней после релиза патча 0.9.3 подписчикам канала станет доступна расширенная версия мультипака. Ну и конечно же в этом патче мы постарались сделать мультипак еще лучше и еще удобнее для вас. И у нас еще куча идей, чем можно вас порадовать, поэтому мультипак будет постоянно улучшаться и обновляться на протяжении всего патча 0.9.3. И чтобы всегда играть с самыми новыми и с самыми лучшими модами, не забудьте установить мод, который будет следить за выходом новых версий мультипака. И команде мультипака, состоящей более чем из десятка людей, не считая авторов модов, будет приятно, если вы, в благодарность за наш труд, просто поставите лайк под этим видео и подпишитесь на канал. Зря что ли я его создал? Мультипак изначально создавался быть максимально полезным и удобным для пользователя. Поэтому игроки по достоинству оценили удобное краткое описание для каждого мода, а также его графическое превью. Для того, чтобы его увидеть, достаточно просто навести мышку на название интересующего вас мода. Но все-таки кое-что мы решили улучшить. Так как число модов в мультипаке давно уже перевалило за сотню, мы решили сгруппировать эти моды и разбить их на раздельные страницы. И теперь мультипак поможет шаг за шагом вам выбрать и установить именно те моды, которые нужны именно вам. При этом мультипак запомнит ваш выбор, если в следующий раз вы захотите его немножко изменить. На первом шаге вам будет предложено сконфигурировать свой прицел. Делается это очень просто. Вы выбираете сначала, необходим ли вам дополнительный улучшенный индикатор бронепробития. После этого выбираете вид аркадного прицела и сведение, которое будет у вас в аркадном прицеле. Ну а дальше, если вы еще и играете на арте, то можете выбрать артиллерийский прицел и сведение для артиллерийского прицела. На следующем шаге вам будет предложено настроить глобальный мод и мод, ну пакет с пряниками. Именно этот мод активирует командирскую камеру, позволяет вам видеть расширенную послебоевую статистику, а также отключает отдачу при выстреле. Но это конечно же и далеко не все его возможности. Полистайте список и выберите именно те моды, те его функции, которые нужны именно вам. Ну а на следующем шаге вы столкнетесь с легендарным модом мира танков XVM. Здесь вы точно так же сможете активировать все модули XVM по своему вкусу. Также хочу обратить ваше внимание, что для вашего удобства, те моды, которые могут просаживать FPS, они обозначены специальным значком на их визуальном превью. А также при клике по ним выскакивает специальное информационное сообщение, которое предупреждает вас о том, что этот мод может немного снизить ваш FPS. И хочу обратить ваше внимание, что карусель танков в несколько рядов, а также часы в ангаре, теперь являются составной частью мода XVM. Ну а дальше все понятно, ибо на следующем шаге вы можете установить те моды, которые могут принести реальную пользу в бою. Здесь у нас и панели повреждений, и углы горизонтальной наводки, и прочие полезные моды. А на следующем шаге вы сможете выбрать и установить моды, которые точно так же крайне полезны, но к сожалению их было тяжело отнести к какой-либо конкретной группе. Обращаю ваше внимание, что если вы хотите оперативно получать обновление мультипака, то вам необходимо установить мод, который будет следить за обновлениями. Также из новинок мультипака здесь появился специальный мод, который позволяет ваши достижения в бою отправлять прямо из клиента в ваши социальные сети. Ну то есть на страничку ВКонтакте, например, вашу. На следующей же страничке вы сможете выбрать моды, которые весят слишком много, чтобы войти в основной архив мультипака. Поэтому в мультипаке была придумана специальная фишка, что эти моды будут скачиваться автоматически прямо из сети интернет. То есть если вам нужны эти моды, вы ставите галочку и они скачиваются к вам на компьютер, после этого устанавливаются как обычные моды. Ну, само собой все это происходит автоматически. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что если вы видите в модах вот такой вот значок, он обозначает, что для этого мода есть еще и аудио превью. То есть кликнув по этому моду, вы услышите, как он будет у вас звучать в игре. Да как не пробил-то! Ну и наконец, на последнем шаге вы сможете воспользоваться встроенным в мультипак твикером. Ну, это такая специальная программа, которая позволяет отключить лишние визуальные эффекты, которые у нас есть в игре. Ну, а также произвести еще тонкую настройку игрового клиента. То есть вы можете здесь настроить предзагрузку всяких звуков, которые у вас в бою происходят. Распределить нагрузку между всеми ядрами вашего процессора или дать всю нагрузку только на первое его ядро. А также отключить какие-то визуальные эффекты, вроде дыма от выстрела, дыма из выхлопных труб или разрушения каких-либо игровых объектов. Ну и задумайтесь сами, зачем вам на слабом компьютере раскачивающиеся деревья. Если вам хочется поподробнее узнать о модах, которые входят в состав мультипака, то кликайте по аннотации, которую вы в данный момент видите на экране, и таким образом вы перейдете к моему видео, где я подробно рассказываю о этих модах. Ну а также объясняю некоторые хитрости в их использовании. Ну а если аннотации у вас выключены, то ссылку на это видео вы найдете в описании. Ну а я же пока расскажу о самых интересных пополнениях мультипака. И начнем мы с мода, который предназначен для того, чтобы отправлять ваши достижения боевые прямо на вашу страничку ВКонтакте или Фейсбук. Не секрет, что многие игроки выкладывают свои достижения у себя в социальных сетях. Ну достаточно просто взглянуть на странички игроков ввод, у них обязательно будет один-два скриншота с их достижениями в день. Но раньше с этим были большие неудобства, потому что сначала надо было сделать скриншот, потом вырезать только достижения, ну не кидать же весь ваш ангар, правильно? Потом залить, опубликовать, в общем все это долго, если это делать несколько раз в день, это может надоесть. А вот с этим модом вы сможете прямо из игры в два клика размещать свои боевые достижения у себя в социальных сетях. Причем можно еще добавлять комментарии к этим достижениям. Обращаться с этим модом очень просто, при первом запуске вы авторизируетесь в своей социальной сети, а в последующем вы просто нажимаете кнопку поделиться, и ваши достижения тотчас же могут увидеть ваши друзья и подписчики на вашу страничку в социальной сети. Ну а пользу следующего мода на самом деле очень тяжело переоценить. Это мод, который позволяет прямо из клиента стримить на твиче. Да, он уже не новый, но в этом патче он был очень серьезно переработан. Ну во-первых, для вашего удобства я лично большую его часть перевел на русский язык. Теперь, даже если вы не знали английский язык, вы легко сможете с этим модом разобраться. Во-вторых, в моде было исправлено множество мелких недочетов, а самое главное, мод стал более производительным, то есть он меньше оказывает влияние на FPS. И мои вам рекомендации. Ставьте разрешение видео 1280 на 720 точек, а качество выбирайте среднее, где-то 2200 кбит в секунду. Настройки кодирования выбирайте быстрые, а количество кадров в секунду будет за глаза достаточно 25 кадров в секунду. Сервер выберите, Амстердам, Франкфурт или Стокгольм. Все, теперь в один клик вы сможете передавать свою игру на Twitch.tv. Это очень удобно, если вы хотите показать, как вы играете своим друзьям прямо в прямом эфире, или если в данный момент у вас проходят клановые бои там где-то на ГК, и вся команда может зайти и посмотреть, как там ваш клан сражается на ГК. Достаточно, мне кажется, интересно. Ну а самое интересное, что если у вас будут получаться хорошие стримы, на которые стабильно будут приходить хотя бы несколько сотен человек, чтобы их посмотреть, то у вас будет шанс стать партнером Twitch'а, ну и то есть таким образом активировать монетизацию. Ну то есть играя в свою любимую игру, при этом вы сможете себе еще и заработать на премиум аккаунт или премиум танк. Ну и кроме того, если вы станете действительно хорошим стримером, вас обязательно заметит компания Wargaming, и вы сможете рассчитывать на ее поддержку. Например, я несколько раз в неделю провожу на Twitch'е интересные стрим-шоу, где каждый из зрителей имеет возможность выиграть игровое золото. Так что если есть желание, приходите на мой канал на Twitch'е, я там постоянно провожу стримы, а ссылку на мой канал вы найдете в описании под этим видео. На этом, пожалуй, на сегодня все. Увидимся уже завтра в новом видео на моем канале. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!